Весна 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 В Украине и в Крыму особенно Это очень травмоопасно Потому что у нас, во-первых, ни дорог нету Толком, на которых можно поездить Тротуары все разбиты, убиты Единственное место, где можно более-менее покататься Это Таврический парк Там хоть более-менее такая маленькая площадка, где паркуются машины Там можно покататься Раньше был детский парк, площадка Которую нам обещают уже на протяжении 4 лет Наша любимая власть ее отреставрировать Но проблема, я так понимаю, 3 года они не могут определиться Чья земля там Поэтому, как такового катания у нас в Крыму Это только может быть на набережной В Ялке Ну, как раз, которая, в принципе, известно Приезжаешь туда и сразу видишь люди, которые Выделывают совершенно сумасшедшие пируэты И совершенно чумовые пируэты А вообще, роллер-спорт Так или иначе, есть какие-то, условно говоря, всем привычные виды спорта Которые уже как бы вошли в обыденность Которые уже, каждому можно даже сказать Приелись, дедушкины виды спорта А есть какие-то такие виды спорта, которые Ну, не знаю, если угодно Но продолжают носить какую-то молодежную репутацию Роллер-спорт Это то, что нужно В данном случае, да А что он включает? Я потому, что в Википедию заглянул Спасибо, как бы Спасибо ей И она рассказала о том Что в Вашем виде спорта существует столько Огромное количество направлений, что Сам черт ногу Расскажите Есть Как бы мы сперва начали с самого жесткого катания С агрессивного Это то есть прыжки, скольжения и так далее Самые сумасшедшие трюки Есть более спокойные виды спорта В данном подтексте Это фитнес-катание То есть для здоровья оздоравливается То есть любят этот вид спорта Наши девушки Оно больше привяженное к фигурному катанию Да, фигурное катание То есть Объезжаешь и так далее Задействуешь больше попу, тело, ноги Есть вид такой с лалом Есть скоростной спуск Есть вот Специально мы принесли ролики, на которых нужно кататься У нас в Симферополе Это для бездорожья Я так понимаю, что даже с надувными колесами Да, надувные колеса На самом деле это ролики Для грунтовки, для бездорожья У них даже давление больше, чем в машине В колеса закачиваются две атмосферы Какой? Восемь Какой восемь? Ну вы определите Неважно, я понял, что что-то очень хорошо сошлись на четырех То есть я так понимаю, что Это как раз таки для самой, что именно есть пересеченной местности Это если угодно внедорожники Два на два Да, серьезная жесткая рама Тоже ботиночек достаточно жестко Ногу держит Ну, на асфальте у них кататься неудобно Так как они, можно сказать, неудобно Например, плюс вот этих роликов между вот этими Которые агрессивные У этих можно снять базу И поставить на нее базу для фитнес-роликов То есть здесь как бы универсальный ботинок идет У нее ставится несколько разных рамок Я сейчас смотрю на весь этот инвентарь И понимаю, что мое представление о роликах Оно было не то, что совершенно не исчерпывающее Я даже примерного понимания не имел О том, как разнообразен может быть этот вид спорта Точно так же, как и жизнь наша разнообразная Например, чем, например, ролик спорт меня в свое время зацепил Это как бы ты всегда, когда молодой Хочешь влиться в какую-то тусовку В какую-то компанию Но в тот же момент ты хочешь показать свою индивидуальность Что ты чем-то отличаешься от всех Вот как кроме ролер-спорта Я, например, другого спорта пока что Естественно, есть скейтборд Но это, ладно, менее популярный для меня Но все равно мы со всеми Думаю, чем еще и отличалась наша Всегда тусовка на площадке Всегда дружили со скейтерами, ролерами и BMX Но просто вот Я уже потерял ход мысли Мы хотим сказать о том, что мы нашли себя в этом спорте И как бы этот спорт нас объединил И достаточно как бы в прошлое, в раннее время Вот 90-е, конец 90-х, начало 2000-х годов Была достаточно большая вот эта тусовка ролерская Так как у нас было где кататься У нас была как бы заинтересованность в том, что мы можем себя показать где-то на соревнованиях и так далее И в свое время даже Министерство молодежи и спорта спонсировало все это мероприятие Да, то есть как-то город был заинтересован в нашем развитии нашего спорта и так далее Сейчас же то место, где мы катались, эта таблетка за дворцом пионеров Оно просто сейчас в таком плачевном состоянии, что там даже вот на роликах для оффрода там опасно будет появиться Я так понимаю, что в принципе этот вид спорта он сам по себе по большому счету без какой бы то ни было поддержки Никто на него не обращает внимания, кроме тех людей, которые ему сами преданы Да, это энтузиасты Ну скажите, а в принципе, вот кто-то может сейчас сидеть у экрана с той стороны и говорить Ну и что, господи, подумаешь там, сколько там федерация роллер спорта объединяет в Крыму там людей? И у меня возникнет аналогичный вопрос Сколько на самом деле людей, которые увлекаются подобными видами? Если сочетать со всего Крыма, то я думаю, человек под 250, мы так 100, 200, 250 Это те, которые могут кататься Это федерации, которые, например, это активно продвигают и считают это своим стилем жизни А посчитать людей, которые просто иногда редко готовы одеть эти ролики и покататься по набережной или где-нибудь в парке покататься Таких очень много Мне очень часто звонят и спрашивают, где можно взять ролики, чтобы покататься на прокат или купить даже Кстати, о покупке, а насколько дорогой это вид спорта, если попытаться в него войти, да? Сколько нужно им быть готовым выложить на старт? Ну, минимальный комплект, это для более-менее такого катания, чтобы было безопасно и получать от него удовольствие Нужно выложить где-то около 300 долларов Это что будет входить в этот комплект? Это вы купите более-менее приличные ролики, которые будут ехать Не более-менее, хорошие ролики? Хорошие ролики, да И комплект защиты, это налокотники, наколенники, перчаточки и шлем Еще останутся деньги на пару визитов к врачу Извините меня, весь эфир пугает о том, что вот если только человек решится стать на ролики, то сразу нужно записываться в врачу Нет, если ты прошел, спорт травматичный, как и все другие виды спорта Поэтому нужно подходить к этому аккуратно И сразу, например, почему вижу большую ошибку нашей сейчас молодежи Ну, во-первых, это не их ошибка, что у нас нет скейтпарка в этом городе Это раз А во-вторых, они сразу одевают эти ролики Смотрят в интернет, смотрят, как мы катаемся И сразу пытаются это все повторять Прыгать на перила, прыгать с крыши, прыгать с трамплина, делать сальто А понятия своего тела, как такового, у них еще нет Они не осознают, как это нужно делать правильно На авось, на бум Мы так, естественно, выучили свое время Но я сейчас бы никому не советовал этого повторять Потому что все больно Согласитесь, есть такие индивидуи, на которые приходили и начинали вливаться сходу в такое очень тяжелое и у них получалось То есть, друзья, не наступайте на те грабли, на которые до этого предусмотрительно наступили Денис и Александр Они готовы об этих граблях вас предупредить Мы просто и стараемся все время, и старались Энтузиазма все меньше и меньше Но все-таки боремся еще Хотели передать это своей молодежи Учить этому Но у нас нет места В свое время, когда наша власть Нынешняя устроила акции Подписание социальных договоров С нами договоры не заключили Так мы и все ждем его выполнения Мы со своей стороны поддержали, собрали компанию И так далее Нам пообещали построить скейт-парк Что? Условно говоря, вот то, что бы вы хотели получить Допустим, от властей Крыма или от властей Симферополя скейт-парк Что это он должен из себя представлять? Насколько это большое масштабное мероприятие? И что внутри должно быть? Я думаю, прежде всего, это хорошее покрытие То есть должен быть качественный бетон, на котором будет кататься и ехать ролики А также это конструкции То есть в минимальном открывании и так далее Должен быть бетон Чтобы он простоять много лет Качественный материал Но мы стремимся к хорошему, правильно? Надо же начинать уже как-то жить А что это по площади должно быть, условно говоря? По площади нам бы... Дворец Пионеров За Дворцом Пионеров это идеальное место Но уже исторически сложившееся То есть там начинали С 91-го года С 91-го года скейтеры Ну у вас, понимаете, беда-то какая? Вот у нас, условно говоря, там спикер любит дзюдо И он помогает дзюдоистам Премьер любит футбол и помогает футболистам А мы вот только с футболистами Мы вот станем, когда премьерами Только приходится и драться на площади А тут беда в том, что у нас как-то все премьеры и спикеры доросли в тот момент, когда ролики если и были, то четырехколесные Ну сейчас, я даже надеюсь, у них дети есть Они собираются продвигать, продолжать свой род спикеров Ну вот... Может быть они смотрят на то, какой травмоопасный этот спорт И не хотят... Мы считали, что со Дворцом Пионеров вели разговор этот Потому что альтернативу надо детям предлагать какой-то другой спорт Чем уже раньше это было И мы предлагали как секции, чтобы Дворец Пионеров это смог сделать Со Дворцом, кстати, у нас, Дворцом Пионеров У нас достаточно конструктивная была беседа Мы как представители федерации общались с руководством Дворца Пионеров Там были, как бы, наши начинания поддержаны С их стороны мы предоставили им проект, который... Проект скейтпарка, который дальше пошел уже по бюрократической лестнице То есть Дворец Пионеров нам помог, продвинул дальше наш проект Это даже было утверждено в бюджет нашего города Насколько мы знаем, этот проект был дальше в мэрии находится сейчас И даже было известно то, что, как бы, на уровне слухов Но, вроде бы как, что в бюджет 2012 года было заложено средства на строительство Почему, по-моему, это в газете писали? Я не знаю Крымская правда, по-моему, об этом оглашила Поэтому, вроде бы, уже это огласили Вроде бы как, но сейчас вот, буквально недавно общались опять с Дворцом Пионеров Опять там встал вопрос о принадлежности земельного участка То есть, если это земельный участок города, то это один бюджет Если это земельный участок Республики Крым, то это абсолютно уже другие интересы Пионеров у нас уже давно нету, но Дворец Пионеров строился для всех пионеров в Крыму И поэтому вот видно загвоздку, они не могут разобраться, кому принадлежит этот пятачок Да, ну а мы сидим вот такие, для таких роликов И получается, гоняют только молодежь с памятника Венина, что они им ломают его На самом деле, действительно, я когда рос, я всегда помню, что вот пространство, в принципе, в центре Симферополя Оно всегда было таким абсолютно неформальным по общению, неформальным по тому зрелищу, которое ты мог наблюдать, когда туда приходишь Вообще, конечно, странная ситуация, когда приглашаешь спортсменов, которые занимаются весьма экзотичным видом спорта И вынужден с ними говорить об абсолютно приземленных вещах, но это наша реальность Извини, Павел, накипело Просто я грубо, чтобы ты признался, вот эти ролики, они мне уже лежат дома два года, я их толком не одеваю Потому что мне, честно, некуда выйти А когда я прихожу в наш дворец пионеров, на эту площадку, мне просто плакать хочется, иметь депрессию Ну мне хочется верить, что все-таки за всеми пируэтами, которые вы и ваши коллеги способны сделать Мы будем следить не только на ютубе, но и воочию, если все-таки у власти дойдут деньги, дойдут руки и дойдут деньги все-таки на реконструкцию той площадки, которая есть в центре Симферополя Спасибо вам, что пришли, я не знаю, какое пожелание, там, не знаю, вот водительская ни гвоздя, ни жезла, у вас есть какое-то пожелание, да? Пожелаю, чтобы никогда не говоришь, что последний раз Вот, никогда не говорю, что последний раз, поэтому будем ждать вас в гости еще и надеемся на этот раз уже с кем-то хорошими новостями Хорошо, спасибо Будем рады здесь, чтобы с хорошими новостями были Я напоминаю, что в преддверии весны в нашу студию заглянули ребята из Федерации роллерспорта Крыма, Александр Кордончик и Денис Кляренко Ну, на самом деле, хочется хороших новостей, так или иначе, но будем надеяться В конце концов, надежда это то качество, которое, хочется верить, не изменяет никому Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут Спасибо за просмотр!